Депутатский корпус Связано прежде всего это с реализацией мероприятий по ликвидации последствий пожаров в Хакасии в апреле текущего года. Выполнен огромный объем строительно-монтажных, других работ. По сути дела привлекались десятки, если не сотни разных подрядных организаций. И сегодня необходимо провести полный расчет с ними за выполненные работы, которые... Хотя часть работы, она еще и продолжается связанных с водопроводами, со скважинами, с дорогами, с сетей электрической, там где-то ревизируется. Впрочем, что касается других моментов, первое, что предлагает уточнить республиканский Минфин, это средства федерального бюджета. Наблюдается увеличение доходно-расходной части на 326 миллионов рублей. На лекарственное обеспечение 54 миллиона, на ликвидацию последствий пожаров, о чем Владимир Николаевич уже сказал, 51 миллион, это на пункты временного пребывания людей и на возмещение вреда здоровью и на погребение пострадавшим. На поддержку сельхозтоваропроизводителей 27 миллионов рублей, 15 миллионов пособия безработным гражданам нам дали плюсом, на поддержку предпринимательства 6 миллионов рублей. И на поддержку учреждений культуры 4,7 миллионов рублей. Кроме того, документам предусматривается увеличение расходов на выплату заработной платы с учетом субвенций муниципальным образованием почти 3 миллиарда рублей. Серьезные денежные вливания будут произведены в стройки, имеющие большую социальную значимость для Хакасии. Более полумиллиарда рублей на перинатальный центр, корпус номер 2 республиканской больницы получит 132 миллиона. Также средства будут перечислены строителям Национального краеведческого музея почти 9 миллионов рублей и Национального драмтеатра 15 миллионов. Вот эти изменения, которые будут на сессии рассмотрены, я надеюсь, будут одобрены и приняты депутатам Верховного Совета. Это увеличение на 4,5 миллиарда. В первую очередь будет направлено на выполнение социальных обязательств. Это выплаты заработной платы, это различные социальные пособия, дотации и так далее. Основная львиная доля этих средств пойдет в виде субвенции на переданные полномочиям муниципальным образованием. На заседании президиума Владимир Штыгашев отметил и еще один момент. Проблема монопрофильности ряда населенных пунктов. Это напрямую не связано с бюджетом, но решение в том числе возможно только при финансовой корректировке. Ситуация с отоплением сразу в четырех населенных пунктах республики, если не чрезвычайная, то близка к тому. Спикер парламента заявил, корректировка бюджета в том числе связана с решением отопительной проблемы. У нас город Сорск, город Абаза, рудник Тея, поселок Вершина Тея, птицефабрика бройлерная, подсининская. Они по сути у нас остаются без финансирования, без тепла. И там уже снег вокруг Тея лежит везде, а там еще и не думают затопить котельную. Мы вчера с министром, он еще когда на месте был, мы переговорили, и Сергей Николаевич Новиков был. Нам действительно надо посмотреть, если мы там за счет резервного какого-то там источника, который у нас там заложен. Если говорить в целом о бюджете, исходя из предлагаемых изменений, основные параметры на 2015 год сложились следующим образом. Доходы 29,5 миллиардов, расходы 31,670. Дефицит сложился в 2 миллиарда 228 миллионов рублей. Конечно, ситуация в стране в целом не могла не повлиять на местный финансовый документ. Стремительный взлет доллара и падение рубля заставляют федеральные власти прогнозировать бюджет не на три года, а на один. В Хакасии все пока по прежней схеме. Владимир Штыгашев уверен, да и на федеральном уровне ситуация скоро нормализуется. Удобнее будет именно на три года с учетом тех программ, которые у нас есть и реализуются, и еще и будут реализовываться. Так, наверное. Я думаю, будем следить, если требование будет федерального центра перейти, тогда будем смотреть, думать. А так, я думаю, что и федеральный бюджет только на 2016 год, на один год приниматься, а потом они снова на трехлетку переходят. Ряд крупнейших производств республики – это экспортно ориентированные предприятия. Это алюминий, это уголь, это в том числе железная дорога в связи с перевозками, так сказать, вот этих материальных групп. И по этой причине бюджет республики нам удастся выполнить все то, что мы брали эти обязательства в начале года. Поэтому вот очень важно, что в первую очередь все социальные обязательства будут выполнены. Стоит отметить, данный законопроект включен в повестку очередной сессии Верховного Совета Республики Хакасия, которая состоится на следующей неделе, 30 сентября.